И здравия соратники! Итак, статья от Техтенсера Дорога в прошлое Согласно учению известного, но слегка подзабытого классика, основой жизни и развития общества выступает материальное производство, то есть производство материальных благ. И с этой истиной сложно спорить. Она справедлива даже для феодального общества. И согласно тому же классику, производство материальных благ обеспечивает процесс постоянного воспроизводства самой жизни людей, без чего вообще невозможно существование общества. И если перефразировать на понятный язык, то рост популяции человека возможен только при производстве материальных предметов, обеспечивающих нормальные условия жизни для этой популяции. И без такого производства начинается хаос, и количество людей даже при высокой рождаемости начинает стремительно сокращаться из-за голода, болезней, борьбы и так далее. И примеров тому масса. Но речь о другом. Каким образом осуществлялось данное производство в прошлом? Про натуральное хозяйство, мелкотоварное производство мы уже слышали. А давайте обратимся к тем самым старым фотографиям. Это Индия, образца 857 года. Если верить аннотации на фото, что следует делать далеко не всегда, это Индия. Но для чего в стране, имеющей в то время, да и сейчас множество малобеспеченных людей, такие корабли? Это даже не предмет первой необходимости. Можно возразить, что в любом подобном обществе есть богатые, сверхбогатые люди и так далее. И они могут себе позволить. Но в данном случае все объясняется разрухой на заднем плане и полузатопленными кораблями. И этот манерный корабль просто брошен. Не будем вдаваться, кем он брошен и почему. Отметим для себя, что его, как минимум, надо построить, то есть произвести и уметь им управлять. Но как управлять именно таким? Впрочем, к кораблям мы еще вернемся. А вот другой пример. Во многих музеях просто в старинных помещениях находится много люстр и посвечников с отверстиями для помещения вне каких-то предметов. И нас убеждает, что эти люстры, в эти люстры вставлялись свечи. И это при том, что от пола до самих люстр огромное расстояние. А на потолках нет ни малейшего следа копоти. И вдруг оказывается, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. Вот зал для трапез где-то в США, 19 века. Как видим, свечи здесь как-то далеки от пола. И в то же время, даже если свечи условно заменялись стаканами с какой-то жидкостью, их нужно для образования света как-то чем-то поджигать и заправлять. Как это можно сделать при таком количестве? Но даже не это интересно, а то, что как это произвести и что это вообще такое? И куда все это исчезло, причем бесследно, и заменилось легендами о свечах из органических материалов? Наше прошлое смотрит на нас с пугающей откровенностью с таких фотографий. И виртуальная дорога в прошлое была бы явно непростой. Вот еще пример. И шишки на такой дороге пришлось бы набить немало. Но продолжим. Это таможенный терминал образца 865 года, где-то на побережье Тихого океана. Таможня, как, впрочем, любое другое госучреждение, по определению не может функционировать без каналов связи с неким единым центром. И если от таможенного терминала до этого центра сотни километров, курьерская связь по понятным причинам отпадает сразу. Без средств связи подобный пункт сбора пошлин стал бы легкой добычей морских грабителей или коммерческой организации. Полагаю, все поняли, о ком я. И, смотря на это фото, попробуйте угадать, что за связь там была. Это задолго до Попова и Маркони. Полагаю, не стоит ломать голову, достаточно взглянуть на вид типового почтового отделения из Бразилии 19 века. Пусть это не фотография, но она определенные мысли наводит. Прошлое продолжает нас удивлять. Возможно ли было существование беспроводного телеграфа до его официального изобретения? Очевидно, да. Только в 19 веке произошла некая неведомая нам перезагрузка массового сознания, причем в мировом масштабе. Пусть даже где-то с опозданием на полвека век. Как она могла произойти? Это другой вопрос, но факт имеет место быть. После нее весь мир начал думать по-другому. В том числе и про свое прошлое. А вот Швейцария, образца 1850-60-х годов. Наверное, если поменять всех людей на фото, на рыцарей, это выглядело бы тоже реалистично. Особенно возле афишной тумбы на заднем плане. Кстати, странная тумба какая-то. Она явно отличается от своих современных видов. И даже от рудиментов старых туб. Еще местами сохранившихся в Европе. В Индии на крышу. Официально вроде бы уличные уборщики хранили в таких тумбах свой инвентарь. А что там было на самом деле? Но здесь интересно немножко другое. То общество, которое изображено на фото, имело такое качество жизни, которое позволяло им производить такие вот тумбы для рекламы культурных мероприятий. Это явно не предметы первой необходимости, которые нужны при феодальном строе, чтобы выжить. И это только Европа. А как же остальной мир? А вот это простой американский автобус образца 1870 года. Интересно, как он работал. Теперь уже наверняка не узнаем. Особенно интересно выглядят колеса. Слово «шина» применительно к колесам еще окончательно не вышло из оборота. По крайней мере в русском языке. И в то же время в технике этим словом называют проводник, на который монтируют другие подходящие либо отходящие проводники меньшего сечения для осуществления электрического контакта. Невольно вспоминаются дорожные мостовые из металлических деталей, которые еще кое-где сохранились. Неужели это и есть тот самый случай? И кстати, автомобиль такого типа еще надо произвести. Судя по его виду, в кустарных узловях это невозможно. Вот бы сесть на такой автобус и поехать в это самое прошлое. Но давайте будем реалистами. Посмотрим на корабли прошлого с того же континента. Когда впервые увидел корабль на заднем плане этого дагеротипа, думал показалось. Уж слишком смело он выглядит. Не находите? Пусть там есть две трубы. Этот факт совсем не удивителен. Но что из них торчит? Запомните эту деталь труб. И что находится чуть дальше труб? По официальным данным, дагеротипы стали резко вытесняться обычными фотографиями после 850 года. И естественно, вам не полагать, что это фото первой половины 19 века. И как оказалось, это совсем не ошибка. Поскольку этот рисунок прошел обратить внимание только на самую верхнюю часть корабля. Для чего там нужна та самая в некотором роде церквушка? Наверное, ее политкорректно стали называть капитанским мостиком. И находился там кап-тейн. Крышка для чего-то. Кэп. Который с течения времени после той самой перезагрузки превратился в корабельный чин. Видимо, был в этой конструкции какой-то секрет, который вращал грибные винты этих кораблей. Может это ошибка? Ну, совсем нет. Как мы видим на этой фотографии, наше прошлое уплыло вместе с этими кораблями. Причем уплыло так, что практически отовсюду были удалены их следы и подброшены фотографии совсем других кораблей. И, кстати, чтобы изготовить такой корпус, завод нужен еще серьезнее, чем для рассмотренного выше автобуса. Но Америка есть Америка. Ее возможности тогда и сейчас были немалыми. А что происходило на других континентах? Подобная конструкция в очень упрощенном виде, к примеру, освещает крыльцо какого-то дома в Южной Африке. Просто освещает, не имея к тому же никаких подходящих проводов. А это, между прочим, начало 20 века. Тоже прошлое. Причем совсем недавнее. Почему же нигде не осталось ничего подобного? Даже просто в человеческой памяти. И неужели это было так просто? В Египте, времен правления Исмаил Паши, а это конец 19 века, подобные конструкции занимались трансляцией музыки в окружающее пространство. Да-да, именно трансляцией. Как сейчас это делают микрофоны, усилительная аппаратура. Надо отметить, Исмаил Паша получил европейское образование, и подобные идеи музыкальных ретрансляторов он привез, скорее всего, оттуда. Сохранилось множество фотографий таких музыкальных киосков практически во всех крупных городах Европы того времени. Каким же уровнем развития обладало общество в том самом прошлом, если оно умело создавать подобное, чего не сделать и сейчас? А в Австралии с помощью таких конструкций просто добывали воду. Без всяких громоздких гидравлических систем. Австралия, кстати, является континентом, большую часть которого занимают пустыни с непригодными для жизни условиями. Именно из-за отсутствия воды. Как же в прошлом так получалось, что проблему решали таким легким способом? И что за волшебными свойствами обладала та самая конструкция, дающая усиленную музыку, свет и тягу в корабельных двигателях? Какими сакральными знаниями обладали мастера, которые создавали подобное большинство? Ишь, если это сохранилось на фото, то же волшебства тут нет совсем. Но это еще не все. Угадайте, в каком веке сделано это фото внутреннего интерьера какой-то из церкви Бразилии? По аннотации архива это 885 год. Интересно, а молились ли вообще в таких местах? Там просто постоять и посмотреть на все это великолепие уже приносило духовное исцеление. Не говоря уже о том, что по многочисленным данным в таких местах исцеление совершалось путем влияния на человека неких физико-химических процессов. От себя, добавлю, скорее физических и направления на человека неких энергий, типа аргона. И эти энергии сейчас забыты или хранятся под строгим секретом. Увы, все эти атрибуты прошлого уже ушли вместе с тем самым прошлым. И вот снова Австралия, где в начале 20 века подготовили какой-то из городов Южного Уэльса под торжественный прием герцога Йорксова. Почему-то после 20-го года 19-го века подобные иллюминации пропадают и не только в Австралии, но и по всему миру. И как ни парадоксально, это происходит именно в то время, когда начинается научно-технический рывок 20-го века. Так может тот рывок был совсем не в ту сторону? Кстати, об этом странном историческом персонаже, герцоге Йорксу, было чуть позже проведено несколько интересных фактов. Кто-нибудь слышал вообще про такого? По идее его многие должны знать. Попробуйте разгадать, о ком герцоге, о ком идет речь, пока до него дают очередь по тексту. Повторяю, герцог Йоркский. Но раз мы начали в самом начале статьи ссылаться на классика, подарившего всему миру вместе со своей философией материальное производство и с его базисом и настройкой, то как же выглядят заводы, которые все это производили? Собственно, они выглядят так же, как нам и показывали в многочисленных художественных фильмах. И даже по всему миру осталось еще много зданий тех заводов. И сохранилось много старых фотографий цехов тех заводов. Тех самых фотографий. Где через весь цех идет длинная трансмиссия с валами и шкивами. И каждый станок подключался к ней индивидуально своим приводным ремнем. Все бы ничего, но везде под строжайшим секретом скрыто то оборудование, которое и приводило в движение эту трансмиссию. Этот вал. Как-то странно, но мы снова видим аналог той же конструкции, как и на капитанском мостике того самого корабля. Как вы думаете, возможно ли в принципе на заводах, где стояло подобное оборудование, эксплуатация человека человеком, как воспел другой не менее известный классик? Ответ, мне кажется, напрашивается сам собой. Труды обоих этих классиков написаны гениально и во многом очень даже правдиво. Но не написаны про совсем другие заводы, которые пришли на смену этим самым заводам из прошлого. Заводы, которые пришли вновь, как раз и обладали теми атрибутами, а именно пролетариатом и его эксплуатацией. Наверное, это и есть та самая буржуазная революция, о которой скользь упоминалось в учебниках истории. Ну а заводы прошлого тоже канули в лету, оставив, может быть, для своих преемников старое здание. Как же так незаметно могла произойти перезагрузка таких масштабов и таких размеров? Полагаю, вид следующего здания на современном фото знаком многим. Подобные здания в различных вариациях сохранились по всему миру. В России их тоже соглашилось множество. Данные здания возводились в основном для технических нужд на железных дорогах. И даже не будучи профессиональным архитектором, при взгляде на подобные здания всегда я находил некую незавершенность. Очень странно выглядел тот факт, что старинные мастера делали кровлю подобного здания и сооружения плоской, без особой на то нужды. Интерес к этой теме подогрела некая гравюра, запечатлевшая какую-то железнодорожную станцию в районе Страсбурга в 1965 году. Точнее, не сама гравюра, а одна маленькая деталь на ней. Вот она. На рисунке изображена труба, та самая, из которой никогда не шел дым. В различных материалах исследований эти трубы многократно описаны. Остатков этих труб сохранилось немало. Но здесь, на такой трубе, просматривается нечто, что не наблюдалось ни на фото, ни на оставшихся трубах. Что это за таинственная деталь? И вспомним тот самый догеротип с кораблем, трубами и непонятными деталями на этих трубах. Совершенно случайно нашлось старое фото железной дороги Швейцарии в XIX веке. И загадка разрешилась сама собой. Увы, все имеющиеся остатки подобных сооружений во всем мире доработаны, а именно их верхняя металлическая часть демонтирована полностью, напрочь. И если на кораблях эта конструкция стояла для вращения винтов, то здесь-то зачем? Ответ снова очевиден. Это устройство, которое обеспечило тягу всех локомотивов, ехавших по данному шлейфу дороги. Если кто в курсе, то, что сейчас делают ТЧ и ШЧ вместе взяты, железнодорожники поймут, о чем речь. А для нежелезнодорожников ссылка будет в описании. Дело одно лишь это здание. И дело надо отметить без сбоев и человеческого фактора, как часы. Ничего себе было прошлое. Остатки подобных сооружений иногда сейчас обозначают, как водоемные здания при железной дороге. Не исключено, что так оно и есть, но подобные факты нужно проверять. Вероятно, что подобные здания в старом виде с железным куполом наверху были многофункциональными и не только ошляли тягу, но и хранили некий запас воды для паровозов. После этой самой перезагрузки железная часть была снесена полностью, что, в общем, сделать-то совсем легко. И то же самое сделано было на тех самых бездымовых трубах, которые, скорее всего, были упрощенной формой подобных зданий. Но это тема отдельного рассказа. Внимательные читатели наверняка обратили внимание на некие странные детали, которые можно отметить привлеченные фрагмента фото с этой железной конструкции на ЖД-здании. Если нет, то предлагаю крупный план. Какое-то дежавю. Где-то это уже встречалось. Кстати, пишу сейчас из той страны, где перед дождеством подобные светящиеся символы висят почти в каждом доме. И не случайно упомянул выше про ТЧ и ШЧ вместе взятые. ШЧ, помимо прочего, обеспечивает еще и связь. Почему форму такой конструкции назвали Люциферовой звездой? Люцифер. В латынь Люцифер светоносный от люкс свет и феру несу. В римской мифологии это персонификация утренней звезды, планеты Венеры. Так. И какой же свет несла эта звезда? На палочке. В данном случае это был явно не свет оптического диапазона, хотя ничего исключать нельзя. Для чего такой лучевой свет на железной дороге? Вспомним таможенный пост с антеннами на крыше. Сомнений нет. Эти звезды были прообразами современных радиорелейных станций, только в том самом прошлом. Какими по размерам и форме эти звезды стали в 20 веке? Хотя бы на той же самой железной дороге, полагаю, многие представляют. Ничего не поделаешь, это перезагрузка и научно-техническая революция. И в очередной раз наше прошлое нас удивляет и ставит перед нами очередной вопрос. Как это вдруг такие звезды становятся символами каких-то субкультур? Каким таким рейдерским захватом их взяли и заставили нести свет от одних народов к другим? Или исключительно для наглядной агитации? Вопрос пока без ответа. Ну смотрим дальше. Это фото какой-то оранжереи из Бразилии. Странно, сам понимаю, сезона 1860-1870 годов. Подобные оранжереи в прошлом были совсем не редкостью в те времена. Но это тоже тема для отдельного рассказа. Они встречались практически во всех странах. И здесь, как и выше интересно, не сама оранжерея, а задний план. Здесь люциферами звезды стоят уже как символы. Хотя по архитектуре здания можно подумать, что это совсем не Бразилия, а какой-нибудь Ближний Восток. Кто захватил эту территорию и возразил подобные символы? И главное, что же там было в прошлом до этого захвата? Если он был. Еще одна загадка прошлого. Вот фото машинного зала какой-то выставки из Австралии. И мы видим те же самые наши конструкции, но на них стоит непонятный символ. Уверен, что этот символ функционален. И этот символ более чем понятный и даже до боли знакомый всем советским людям. Как он там очутился? Кому светила данная звезда, чтобы перейти затем с таких технических узлов на красные знамена с последующим уничтожением тех самых технических узлов? А это уже Прага, памятник на Карловом мосту, который стоял там еще в 1870 году. Как видим, весь набор символов в наличии, причем в звездах явно присутствуют электрические лампы. И не те, которые изобретили Эдисон с Яблочковым. Какому народу эти лампы несли свет? На вид памятник свежий и даже сделан не очень аккуратно. Кто захватил эту территорию, чтобы возразить там те же символы, уничтожив устройство, прообразами которых они были? Кстати, полагаю, многие не знают, откуда пошло название «Американская валюта доллара». Это всего лишь название чешской горы Талер. И, соответственно, валюты Талер, которые были там в обращении, и на горе Талер эти доллары впервые стали чеканить. Так говорит история. Продолжение следует...